Доброе утро, дорогие друзья! Задела я за живое последним своим стримом очень большое количество представителей разных течений и сект, особенно когда речь зашла об инициациях, и это, конечно, феноменально. Я не ожидала даже, что будет такой невероятный отклик и такая невероятная движуха. Смотрите, хочу сегодня еще раз повторить, что такое инициации и вообще каким образом в голове человека нарушается здравомыслие, когда человек теряет адекватность, попадая под влияние, под систему внушений, под какие-то социальные вот эти все вещи, и начинает деградировать. Давайте называть вещи все своими именами. Когда наступает деградация человека? Когда он начинает выполнять волю других людей, не осознавая и не думая о том, зачем он лично, он как индивид, как индивид, когда теряется его индивидуальность. Зачем он пришел играть в эту игру? И вот когда эта индивидуальность расплывается, расползается, превращается в некую такую серую, серую булькающую массу, а еще когда эта масса находится в состоянии обиды, вины, манипуляции и так далее, это полный трэш. Такой невероятный фарш наподобие ливерной колбасы. Такой рубилово. Так вот, господа, все, что касается инициаций. Инициации всегда имеют место быть в любых, любых религиозных, нерелигиозных, сикстанских, духовных течениях. Более того, они имеют место быть, например, в военных структурах, только название будет другое. Например, вот смотрите, я пишу два процесса. Один процесс возьмем из жизни военных, другой процесс возьмем из жизни духовно продвинутых. Начнем с духовно продвинутых. Инициация той же самой рейки. Человек садят на стол, вокруг него ходит мастер, дотрагивается, пахнет свечами, ладана, человек расслабляется, и в это время какие-то знаки свершаются над головой, а перед этим человеку сделана предустановка, что он будет посвящен, ему будет дано право работать с такими-то знаками, у него будет получаться. Ну и, соответственно, человек проживает вот все эти вот расконцентрирующие моменты, когда перекрывается визуальный, аудиальный, тактильный канал, и все по очереди, да, все пять каналов нашего восприятия, плюс он сидит такой же, там и вестибулярный аппарат задействован. И, конечно, вот эта предустановка, она начинает работать как внушение у человека, и он начинает верить в результат. Прекрасно. Это в духовной практике. Как у военных. Человеку ломанули по физухе, да, он там отбегал, отпрыгал в зале, откувыркался, там нагрузка такая физическая офигенная, мышцы устали, да. Он садится в конце, ему говорят «релакс». И вот он сел в релакс, в это время звучит тихая музыка, он может закрыть глаза, у него приятные ощущения в теле после перегрузки, у него, вот, опять-таки, расконцентрация идет по всем каналам, и в это время его, тот, кто рядом ходит, рассказывает о том, как его тело расслабляется, и он становится сильнее, он будет служить Родине. Мало того, что у него постоянно это идет натаскивание на предустановку, да, зачем он пришел становиться военным. И дальше определенные программы по тому, как ему действовать в боевой обстановке. Скажите, пожалуйста, чем вот одна часть отличается от второй по сути? Ничем, господа. Ничем. Хорошо, я тогда приводила пример, сейчас уже не зачитаю, а может, я зачитала бы, когда там человека инициируют в то, чтобы он познал 25 проявлений любви и еще там какие-то божественные существа, которых, хрен его выговоришь, как назвать, что это такое. Вообще непонятно, о чем это. Но человек при этом садится, ему это заливается в мозг, гадит в мозг, и таким образом инициация идет, ну, нагадь в голову из этого принципа, но при этом инициация идет в то, что у него включается механизм веры, что какие-то божественные существа ему помогут, и 25 проявлений любви в жизни сделают его счастливыми. Я не знаю, проще, наверное, Камасутру купить, чем инициироваться в эти 25 проявлений любви. Но это, кстати, взято из современных вот этих течений, не о новых космологических, из нас ферных, да, а вот, ну, ну, это же бред сумасшедшего, да, но при этом это точно такая же, точно такая же, по сути, инициация, как и во всех, которые я рассказала перед этим. Только если там хотя бы понятна предустановка, да, она имеет здравый смысл, то есть предустановки, которые вообще не имеют здравого смысла. И люди на них идут и нормально платят, и в мозг им фигачится всякая шиза, и они это нормально съедают, и считают, более того, в конце еще делается установка, что если ты, например, не будешь приезжать к этому гуру, не поддерживать больше эту инициацию, то ты помрешь. Супер. И вообще. И человек на страхе ездит, и спонсирует данного гуру. Это реальные вещи, о которых я рассказываю. И люди, которые идут вот на них, хочется все время спросить, ребят, а где вы здравомыслие потеряли? Оно вообще в вашей жизни присутствует или нет? Неужели сегодня уровень необразованности такой, что невозможно прочесть элементарные книги по внушениям? И это же разные социальные слои. Ты не скажешь, что там Дуся из какой-то непонятной деревни, ой, из Полесья. Ну, давайте как-то это все в здравый смысл приведем. Потому что сегодня в представлениях, в головах у людей набросано столько хлама манипулятивного, столько всего этого, что человек тут же бросается в атаку, защищая свои ценности, он же заплатил за инициацию. И мне пишет, Наталья, вы вообще не соображаете, о чем вы говорите? Я согласна, я не соображаю, о чем вы говорите. А вы соображаете, что вы делаете? Я хотя бы говорю, но вы же делаете, вы же за это башляетесь. Но это ваше право. Точно так же, как я сорвала такой перечень писем, мне радует, что среди них много позитивных. Есть, конечно, разные по поводу той же самой адвайты. Когда мне начинают высказываться предустановки и идеи течения, которые должны вывести человека в нирвану, и делай, что хочешь, но нифига не делай, потому что оно все само делается. Да, вот это по сути. А жить когда? Зачем вы пришли в эту игру? Для того, чтобы вот сидеть и слушать чушь эту гуру? Ну, а как она отражается на вашей жизни? Вам легче жить от этого становится? Есть момент в адвайте, когда человеку легче жить становится. Знаете, за счет чего легче жить? Не потому, что там идеи хорошие даются по бизнесу, или там по тому, как сыграть лучше в игру, или как развить творческие способности, или как проявиться. В адвайте этого ничего не дается. Там дается вот сядь и тупи, да? И будешь счастлив. А зачем? Вот сесть и тупить, чтобы быть счастливым. Потому что когда больно, когда вы проблемы не решаете, мы же возвращаемся в свой внутренний мир через боль, и механизм боли, он сжимает все сильнее, 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 сильнее. И человек просто выбирает адвайту для того, чтобы эту боль отключить. Ребят, не боль отключать надо. Это механизм психический, он прошит в башке. И вы никуда от него не денетесь. Он, конечно, будет отключаться в моменте здесь и сейчас. Здесь и сейчас не болит. Болит в прошлом, а в будущем, когда уже другие механизмы срабатывают. Но здесь и сейчас вы будете сидеть в фрустрации, но вы проблемы не решаете. И в конце концов душа захочет заменить тело, потому что она пришла играть. И вот этот конфликт души и высшего я, когда человек садится и тупит, а душа говорит, все, блин, херячу, и его куда-нибудь в ДТП со сменой тела. Я уже очень много наблюдала. Вот люди, с которыми мы работаем, у кого тяжелые недуги, или онкология прострелила, или сердечно-сосудистые заболевания, или это вы задолбали свою душу тем, что вы не играете. Потому что она пришла играть, а вы сели и тупите. Вы просто пытаетесь выключить боль. Ту боль, через которую боль, через эту боль, душа пытается вас вернуть к себе, вернуть в игру, вернуть в раскрытие, в познание своих творческих ресурсов, тех ресурсов, с которыми она сюда пришла. Она пришла, у нее воз или тележка, и она воз, сейчас проявлюсь. А человек так садится и тупит. Вместо того, чтобы играть и проявляться. Он подавляет таким образом себя, свою внутреннюю вот эту начинку, и не хочет проявляться. И это тоже то, что есть в секах, и то, что я вызвала огонь на себя своим стримом последним. И меня радует то, что я бомбочку все-таки закинула в подсознание людей во время этих стримов. А это значит, что она все равно развернется и заставит человека думать. Хочешь ты того или не хочешь. Все, процесс запущен, он пошел. И это прекрасно, что он сейчас волной проходит, и это все идет. Еще тогда хочу обратить внимание на одну такую штуку, которая применяется в наших сектах, в нашем социуме, в нашем окружении. Очень во многих, это уже маркетинговый вид сект, который есть, очень во многих сектах привлечение людей идет за счет денег. И мне пишут, Наталья, в инфодайвинге вот, а как я заработаю? Подождите, господа, инфодайвинг это не про заработок, хотя здесь тоже можно зарабатывать, да? Но заработок здесь является шпалами, а здесь про поезд. А поезд у нас, пункт назначения, раскрой свои внутренние ресурсы. Когда человек раскрывает свои внутренние ресурсы и его прет на творчество, то деньги, они как-то априори прилагаются. И вот если бы мне люди дали право называть их имена и фамилии, те, кто все-таки уже проявился, стал известен в социуме, мне было бы приятно сказать, ребят, жму вашу руку, у вас это случилось, получилось, я здесь совсем не при чем. На самом деле, вы просто смогли углубиться в себя и взорвать свои творческие способности, взорвать свои технические способности, проявления в жизни, выстроить свою жизнь иначе. Вот о чем, вот о чем инфодайвинг, да? То есть мы идем к себе, к себе настоящему, к себе искреннему, к себе, там, где мы слышим свою душу, там, где мы играем ровно, ровно с тем, что наша душа нам закладывает. И тогда вот эти проявления игры, они становятся в счастье, в радости, в драйве, и это случается совсем другая игра. Но тогда маркетинговая составляющая, она как-то уезжает на задний план, потому что она всего лишь палы, по которым мы доезжаем. И они всегда есть, понимаете? Другой подход. И самое интересное, что то, что я встречаю вот в сектах, и то, что даже в бизнесе когда-то, кстати, это не моя идея, опять-таки, это я на мастерской успеха Мирзакарима Санакулыча услышала впервые, потом обратила внимание, что в жизни это так работает. Когда человек едет, например, ну вот возьмем американизм, человек решил взять любую из американских психотехник, да? И вот он едет, да, на первом, втором курсах, на базовом, продвинутом, как правило, или инструменты базовые, или, или, как называются, в зависимости от названий, дается суть, дается основа, и в этой основе есть содержание, и очень хорошее, замечу, содержание. Оно взято там из психотерапии, из психологии, оно наработано, соединилось, скомпилировано очень хорошо. И дальше начинаются обертки, капустные листы. И чем дальше там, первая ступень, вторая, третья, четвертая, пятая, когда человек доходит уже до какой-то ступени, ну, как правило, уже с третьей начиная, и дальше уже идет мусор, да? Уже идут просто капустные листы, где содержание вообще минимизировано, а все остальное превращается в тот спам, который вообще не съедобен. Иногда вот читаешь и думаешь, вообще мозг есть у человека, который это писал. И самое прикольное, что вот эти вот тренинги, которые продвинуты, они стоят всегда дороже базовых. А знаете почему? Потому что задействован психологический механизм. Если человек, если человек платит дорого, и в конце, на выходе, он же когда идет, он не знает еще, за что платит, продается кот в мешке, уже их собрали на базу и продвинут, и дальше паровозом везут дальше. У человека есть желание закончить, закончить вот эту систему до конца и стать главным, потому что он все прошел. И вот когда человека везут уже на этом поезде, он приезжает там на третий, четвертый, пятый курс, и вдруг понимает, что вообще мусор валит, да? А он за него платит уже тысячи долларов. И у него как бы жаба душит, но в то же самое время он понимает, что назвать себя лохом, у него язык не поворачивается. Ну как, он придет своим знакомым в социуме и скажет, я придурок, отвалил кучу денег и вообще непонятно за что. Нет, нет, господа. У нас не принято такие вещи делать, да? У нас принято, если ты попал уже в какую-то бяку, там поехал на Кубу и лоханулся, да? Значит, надо всем своим знакомым порекомендовать Кубу, что там супер классно, потому что ты там лоханулся, потому что ты там кучу денег оставил. Вот точно так же и здесь. Здесь абсолютно тот же механизм. Если вы уже попали, то надо порекомендовать всем своим знакомым, потому что это супер классно, потому что вы заплатили. Потом знакомые точно так же плюются и точно так же рекомендуют следующим знакомым. Либо же, как Гештальти, человек там три года отучился, понял, что все, швах, и дальше ему либо потерять вот этот социальный круг общения и кучу денег за это время, либо стать супервизором. И человек идет учиться в супервизии, потому что бабок жалко. Это используется во всех сектах, государственных, негосударственных, каких хотите. Я сектой называю объединение людей. Не обязательно по религиозным принципам, просто объединение людей. У них есть какие-то общие моменты взаимодействия. И вот в таких социальных группах вот эти принципы прошиты. Иногда смотришь и думаешь, трешняк какой, ребята, посмотрите на это со стороны. Где здравомыслие? Где здравомыслие? Где искренность с собой? Где искренность? Вот там, где она нарушается, там через боль душа возвращает человека к себе, чтобы снять уже избыточные капустные листы, которые разделяют нас, наше я и нашу душу. И вообще как-то получается, что подмены понятий у нас в обществе, они периодически вообще перекраивают все с ног на голову. Ты вроде слышишь красивые слова, а на выходе приходишь и смотришь. Но зато весело. Но зато весело. Поэтому я за то, чтобы человек все-таки возвращался к себе настоящему, учился смотреть на все с чувством юмора, учился выходить из этих ситуаций, хотя бы в позицию наблюдения, для того, чтобы с чувством радости, не осуждения, а с чувством радости, не с критикой, а с чувством радости. Ваши осуждения и ваша критика никому не нужны. Оставьте их себе. Выходите с любовью, с радостью и наблюдайте за этим божественным трэшем. Потому что та игра, которая разворачивается вокруг нас, она вызывает просто поток радости каждый раз. Потому что она действительно, это божественный стёб. Если вы умеете этот стёб видеть в этих ситуациях. Но когда вы смотрите на призму мира через радость, через вот этот божественный стёб, через позитивные эмоции, ваш событийный ряд в вашей конкретной жизни начинает формироваться, исходя из этих состояний. Для того, чтобы и вы дальше ловили удовольствие, дальше получали радость, дальше получали всё то, что вы выбираете получить. Осталось научиться осознанно выбирать, заходить в рубку у режиссёра и говорить, давай сегодня мы снимем такой сценарий, завтра такой, завтра такой. А вот в этом взаимодействии с режиссёром идёт речь на инфодайвинге. Не более, не менее. А всё остальное придумайте себе сами. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья!